Проведем эксперимент по данным схемам. Первая схема – искровики заземления вверху, вторая – искровики заземления внизу. ЗВС драйвер плюс идет через регулятор напряжения на реле. Вход плюс выход. Выход имеет два контакта – разомкнутый и замкнутый. Катузка. Плюс приходит на катузку, выходит на транзистор. Частота генератора – 25 Гц. Включаем ЗВС. Видим, у нас сразу появились выбросы. Хотя плюсовой провод разомкнут. Включаем реле. ЗВС Hopefully 67 Выбросы между импульсами транзистора статического эффекта не наблюдаются. Переключаем с разомкнутого на замкнутый. Включаем. ЗВС заработал и видим такую вот картинку. Включаем реле. Видим, что выбросы в районе импульса транзистора. Статический эффект не обнаружен. Схема номер два. Разрядник внизу. Заземление внизу. Плюсовой провод нормально разомкнутый. Включаем ЗВС драйвер. Пошли импульсы. Включаем реле. Видим, что выбросы отрицательные и находятся между импульсами транзистора. Статический эффект не наблюдается. Видим, что выбросы отрицательные и находятся между импульсами транзистора. Сдвинулись в зону импульса транзистора. Статический эффект отсутствует. Во второй части эксперименты проведем по тем же схемам, но с одним отличием. Заменим газовый разрядник на обычный воздушный зазор. Также во второй части будет присутствовать эксперт по космическим технологиям. Схема номер один. Заземление вверху, разрядник вверху. Плюсовой провод на замкнутом контакте. Включаем ЗВС. Загорается дуга. Включаем реле. Статический эффект присутствует. Переключаю плюс замкнутого на разомкнутый. Включаю ЗВС. Дуги нет. Включаю реле. Статический эффект присутствует. Звездочное. Включаю. Завидно. Звездочное. Звездочное. Зв Dh dakли. Звезх. Звездочное. Звездочное. Схема номер 2. Заземление внизу. Разрядник внизу. Плюсовой провод на замкнутом контакте. Включаем ЗВС. Загорелась дуга. Включаем реле. Давайте посмотрим на статический эффект с другого ракурса. Переключаем с замкнутого на разомкнутый. Включаю реле. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Может показаться, что статический эффект слабый, но это не так. Зазор в разряднике всего полтора миллиметра. Если его сделать больше 3-4 миллиметра, то эффект становится в разы сильнее. Но при этом начинает сильно глючить осциллограф, и это может сказаться на его здоровье. Также начинает глючить телефон, и постоянно сбрасывается запись видео. Выводы из данного эксперимента следующие. Во-первых, разрядники газовые, вакуумные, воздушные. Хоть и кажется, что это все одно и то же, но как показал эксперимент, разные разрядники в одних и тех же схемах могут вести себя по-разному, с разными эффектами. Возможно, на это еще влияет и напряжение пробоя, так как в газовом разряднике напряжение пробоя 800 вольт, а в воздушном полтора миллиметра зазор, это приблизительно 3-4 тысячи вольт. Это нужно проверять. Во-вторых, по эффекту лучше всего себя показала схема номер два с воздушным разрядником. А на этом у меня все. Всем удачных экспериментов. Всем пока.